Здравствуйте, дорогие друзья! На библийский портал Экзегет пришёл следующий интересный вопрос. Какой властью обладает дьявол? Чтобы разобраться в этом вопросе, можно подробно изучить диалог сатаны со Христом на так называемой горе искушений. В одном из искушений он предлагал Христу поклониться Ему, возведя на гору высокую весьма. Потому что все государства, которые он ему показал в мгновение времени, подчиняются Ему. Что власть Его над миром абсолютно. Но если бы отец лжи не солгал в этом вопросе, то, наверное, так бы его обе не называли. Настолько дьявол может повелевать миром, насколько сами люди позволяют ему это. Человек создан абсолютно свободным. Он имеет возможность самопределения и по отношению к Богу, и по отношению к дьяволу. По отношению к делам любви, по отношению к злым поступкам. Он может созидать, он может разрушать. Он может быть богоподобен, может быть бесоподобен. Не зря в Таинстве Крещения перед тем, как креститься, человек должен отречься трижды от сатаны, от всех дел его, от всех слуг его и всего служения его. В каком-то смысле даже само отречение предполагает, что человек вне Христа не может даже не подчиняться сатане, потому что это выгодно, это часто приятно, это перевозносит тебя над другими, приносит чувство глубокого морального удовлетворения. Хотя на самом деле это не что иное, как доведенная до точки кипения гордость с элементами тщеславия, что подобряет тебя сатане, павшей от зависти и гордости. Поэтому обманывает дьявол спасителя, говоря, что вся власть принадлежит ему. Принадлежит она ему постольку, поскольку сам Господь попускает. Мы это видим в истории с изгнанием бесов из Гадаринского безноватого. Они бы и сами бы разбежались, но даже и не могут. И просят Бога, чтобы тот им позволил перейти в стадо свиное. Не позволил бы, не перешли бы, хотя вполне хотели бы. Ограничена власть бесов, ограничена власть дьявола над этим миром. Но настолько мир любит ему служить, в мелких бытовых вопросах, бывает и в крупных, что складывается впечатление, что все ему служат. Действительно мир возле лежит, но что делать с этим миром? Разрушить его? Нет, говорит Господь. Ангелам, которые предлагают это сделать, повыдергивайте сорняки плевелы и пшеницу можете выдержать. До поры до времени терпят. До поры до времени являют своих служителей. И призывают всех нас быть солью мира, которая предотвращает этот мир от окончательной гибели, от окончательного гниения. И пока есть десять праведникам в том или ином городе, будет стоять город. Помните пророка Илью, который думал, что он единственный служитель Яхвы во всем мире. Но Господь говорит, знаю еще шесть тысяч человек, которые служат мне, не все так плохо. Нам кажется, что все оскуде преподобный, несть до единого, повторяемо за пророком Давидом, но есть. И как славно, когда получается подружиться с ними. Увидите горящего любовью к людям человека, который маленькими шажочками, суммой малых дел пытается исправить мир к лучшему. Не весь мир. Вот тот небольшой участок жизни, на который ты так или иначе можешь повлиять. Поэтому главная наша задача не быть друзьями сатане, а быть друзьями Богу. Господь так и называет нас. Вы, друзья мои, есть те. Друг Христов тот, кто исполняет заповеди Его. Поэтому искренне всем желаю творить добро. Не предавать дьяволу абсолютной властью в своей жизни. Не думать, что все пропало. Делать что-то хорошее бесполезно. Все равно все пропадет. Нет. Мир будет стоять до тех пор, пока есть люди, которые борются за добро. Но даже когда вокруг тебя все обличено злом. Вспоминается мне последняя битва в трилогии «Властелин колец». Пусть она будет последней битвой, но мы будем бороться за добро до конца. И всегда в последний момент помогает Господь. Символом Божьей помощи у Толкина являются орлы. Орлы всегда прилетают тогда, когда уже надеяться на свою отвагу, мудрость, друзей не предоставляется возможным. Когда кажется, что пропадает все. В нашей жизни происходит то же самое. Пусть весь мир зла получится против тебя. Но надейся на Господа до последнего. Храни Ему верность до последнего. Не предавай Его. И прилетят орлы, и будут ангелы в твоей жизни. И спасет Господь нас от страха преисподнего. Так что не надо думать, что бороться бесполезно. Если Бог с нами, то кто против нас? Никто. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.